В зданиях бывшего военного госпиталя в Казани сейчас располагается учебно-лабораторный кампус Казанского федерального университета. Открытие состоялось 12 марта, где президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. Казанский военный госпиталь является одним из старейших военно-лечебных учреждений не только Татарстана, но и России. В последние годы объекты, ставшие культурным наследием Татарстана, пришли в упадок. В связи с этим в 2010 году было принято решение о расформировании Казанского госпиталя. Новая жизнь для уже практически разрушенных зданий наступила в 2016 году, когда они перешли в управление Казанскому федеральному университету. С тех пор проходили масштабные ремонтные и восстановительные работы. Во время ремонта возникли вопросы с сохранением этого культурного наследования. И во время ремонта мы работали вместе с представителями министерства культуры, сохранили первоначальный вот этот облик, восстановили то, что было утрачено и, соответственно, сделали еще дополнительный вот этот функционал, который необходим для учебной и для научной работы. В одном из корпусов появился уникальный учебно-научный центр экспериментальной медицины Wet Lab, где можно проводить реальные операции на животных. Есть симуляционный центр, называется Dry Lab, то есть это сухая лаборатория, где работают, готовятся на уникенах. Это как бы следующий уровень Wet Lab, то есть влажная лаборатория, работает на нативных тканях и на органах и на организме животных. Студенты вуза будут заниматься в новых учебных аудиториях и экспериментальных операционных. Главная цель – обучить и научить, поэтому все оборудование закупалось с целью записи и трансляции того, что происходит на операционном столе. Вот эта бескиневая лампа имеет встроенную камеру, вот здесь находится, постоянно идет запись и трансляция. Дальше в операционных на потолке установили купольные камеры, которые идут, одновременно трансляция. На полную реконструкцию, ремонт и оснащение здания ушло почти 400 миллионов рублей. Это вне бюджетные средства КФУ, бюджетные средства за счет субсидий и средства пожертвования. Передача бывшего военного госпиталя для образовательного процесса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ было вполне логичным шагом. Хотя состояние переданных зданий было достаточно удручающим, что, впрочем, не помешало университету создать из этого хорошо оборудованный новый учебно-лабораторный кампус. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.